Оказывается, при правильной христианской жизни – какая она? Может, мы немножко поговорим? При правильной христианской жизни, при очищении души, то есть исцелении... Вы знаете, что такое очищение души? Это исцеление души от этих вот страстей, которые нас мучают, постепенно происходит процесс, о котором мы говорим так – святое место не бывает пустым. Вы знаете, занимает что-нибудь или, скажем просто, добро или зло, но душа одна. Больше или того, или другого. Душа одна – вот он, наш, так сказать, объём. Так вот, при правильной христианской жизни в человеке, оказывается, пробуждается, возрастает, возрастает вот то семя, помните, семя, о нём мы говорили, как что в крещении даётся семя нового человека. Вот что даётся – семя. Так при правильной духовной жизни это семя начинает прорастать. и этот рост рост постепенно приводит человека к всё большему возрастанию того, что мы называем истинной, божественной любовью. Какая-то любовь и какой этот мир душевный, мир, то есть успокоение, страсти, они всё нас беспокоят, всё время беспокойство. Тут здесь, тут нет мира в нашей душе, вы понимаете, беда-то какая? Мира нет! Всё время какое-то беспокойство. Нет мира, нет любви. И при правильной духовной жизни оказывается, постепенно происходит мир, мир, о котором пишет апостол Павел, которого сам Господь говорил «Мир мой даю вам!» Не так, как мир даёт. Мир даёт какие? Взаимоотношения между народами, между людьми, а мой мир даю! И вот все, я вам скажу, святые, даже более-менее правильно живущие христиане, все они единогласно говорят, что, оказывается, в душе появляется мир, который связан с радостью. И эта радость, она не только согревает самого человека, но она действует на других людей. Вспомните, как встречал преподобный Серафим каждого приходящего. «Радость ты моя!» Как мы, может, встречаем только, не знаю, отдельных только людей можем встретить, которые нам очень нравятся, или которых мы любим, с которыми находим утешение. Для него каждый человек был радостью. Он говорит, «Радость ты моя!» Как это христианство, христианство очищает человека постепенно от этих страстей, умиротворяет его. И по мере смирения, ещё раз подчёркиваю, по мере смирения в человеке пробуждается любовь божественная. Исаак Сирин прямо указывал на этот закон и в своём ответе одному пустыннику прямо писал, «Как ты пишешь, что ты возлюбил или хочешь возлюбить любой к Богу, не очистившись от страстей?» Я не знаю, что ты пишешь, но фактически, говорит, ты абсурд пишешь! «Невозможно иметь божественную любовь, божественную, то есть богоподобную, любовь, не очистившись прежде от страстей!» А что это за любовь? Он великолепно пишет, Исаак Сирин, это возгорение сердца о всякой твари. Причём пишет о рыбах, о гадах, о птицах, о зверях, о врагах, о самих демонах! Причём такое возгорение сердца любовью, что даже если бы десятикратно в день был за эту любовь сжигаем, не удовлетворился бы этим! Нет ни малейшего основания, что эти строки им написаны именно из этого состояния любви! Вот оно благо, которое даёт христианство человеку! помните, в Америке была золотая лихорадка? Что там творилось? Фильмы потом были, как убивали друг друга с этим золотым мешочком, золото, песку ведёт, отубивают его! Все ринулись искать счастье! Какие преступления! Какой безумный труд! Кажется, здесь счастье где? Внутри тебя, человек! Ибо счастье – это внутренние переживания человека, а не внешние какие-то приобретения! Неужели это непонятно? Человек! Ты – Homo sapiens? Разумное существо? Или кто ты? Внутреннее состояние! Причём такое состояние, что можно удивляться! Великому человек Евстратий, когда они с него сдирали буквально кожу и поливали раскалённым маслом, вдруг, не только к удивлению, а к ужасу мучителей воскликнул. Эти страдания – радость рабам твоим, Господи! Радость! Вы знаете, что многие палачи становились христианами, когда действительно подвергали жестоким пыткам вот таких христиан! Бог что давал людям твёрдой веры! Кажется, в этих с внешней точки зрения жестоких мучений вдруг они восклицали! Кстати, то же самое в «Житии веры, надежды, любовь!» Почитайте, посмотрите! Там то же самое говорится, как они тоже переживали эту радость, которую Господь даёт человеку. Вы думаете, что достигшим какого-то невероятного совершенства трудящемуся над своей душой человеку? Субтитры создавал DimaTorzok